Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео мы с вами снова обсудим товары из фикс прайса. Хочу с вами поговорить о тех товарах, которые мне показались спорными. Мне кажется, что в таких товарах есть определенные недостатки и все-таки стоит отказаться от покупки. И сразу хочу оговориться, что это лично мое мнение, которое я стараюсь никому не навязывать, но в то же время этой информацией хочу подтолкнуть вас к размышлению. И первое, что хочу вам показать, пластиковую корзинку для хранения. Выглядит она, конечно, красиво. Наша любимая серия Loft вот с такой квадратной перфорацией. Корзинка из пищевого пластика на 12 литров, размером 31 на 31 сантиметр, высота бортиков 15 сантиметров. Продается вместе с крышкой, цена 199 рублей. При своем визуально красивом оформлении все-таки мне кажется, что корзинка не совсем надежная. Потому что даже беря в руки пустую корзинку, я вижу, как прогибаются стенки. И мне кажется, что со временем могут пойти какие-то трещины и корзинка сломается. Новая вешалка на 12 колечек. Вообще, в деле организации хранения тех или иных вещей, я считаю, что подобная вешалка может значительно облегчить этот процесс. Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, что бывают бракованные партии. И я видела, что некоторые колечки были плохо прикреплены. Поэтому обращайте на это внимание при покупке. Я, конечно, не мастер маникюра и на 100% не могу судить о качестве декоративных штучек для ногтей. Поэтому прошу вашей помощи. Но, честно говоря, мне кажется, что подобного плана объемные декоративные элементы очень плохо будут держаться. Или же, например, будут цепляться за капроновые колготки. Сейчас же сезон начинается. Если не права в этом вопросе, то смело можете меня поправлять в комментарии к любому вашему отзыву и совету прислушиваюсь. Я, конечно, не буду говорить про все магазины фикс прайса по стране. Но в наших магазинах вот этих полигональных декоративных фигурок очень много. Вообще, они недавно навели очень много шума, потому что смотрится действительно очень интересно. Но при ближайшем рассмотрении все-таки видно много косяков. Это наплывы материала. Некачественно они обработаны. Но и, конечно, неаккуратная покраска. Хотя, несмотря на это, многих покупателей это не остановило. И я видела в обзорах покупок других блогеров, что скупали их повально. Но, честно говоря, мне хотелось бы более лучшее качество. Как-то у одного инстаграм-блогера, естественно, я не буду называть фамилию, увидела пост, где нахваливали вот эту вешалку. Но, когда я ее впервые увидела, я сразу же, друзья, сказала, что слишком много косяков. И еще раз повторюсь, что вот такие некачественно выполненные вещи, неаккуратно выполненные вещи, я никогда нахваливать не буду и советовать не буду. Вы просто посмотрите, как некрасиво обработаны буквы. Они кривые, они приклеены криво, ну а также множество подтеков клея. Двухфазные маски для лица Twin Heat. Конечно, я не пробовала все варианты этих масок, но из того, что успела попробовать, ни одна маска лично мне не подошла. И, кстати, видела отзывы других покупателей, которые говорили, что маска совершенно бесполезна. Еще одна яркая коллекция этого лета, это, конечно, коллекция декоративных элементов из серии Африка. До сих пор у нас их очень много в продаже. Я, конечно, большие надежды возлагала на вот этот органайзер-полочку. Мне на фотографиях понравился, как он выглядел. Но вот вживую, во-первых, он оказался очень маленьким, но, во-вторых, конечно, некачественное исполнение. Неаккуратно вырезанные крышки, необработанные края, а также плохая покраска. Еще раз хочется упомянуть меламиновую коллекцию, самую спорную, самую опасную коллекцию товаров, которая сейчас представлена в фикс-прайсе. И, несмотря на то, что мы с вами уже, в принципе, перемыли этой коллекцией косточки, но я снова поднимаю эту тему, потому что появляются новинки из этой серии, различные пищевые контейнеры. Чем же опасна эта коллекция? Если вдруг вы впервые про нее слышите, в составе многих товаров из этой серии есть опасное вещество меламин. И повторюсь, что да, на производстве многие компании меламин используют, и если он технически, технологически правильно обработан, то, конечно, никакого вредного воздействия на организм не окажет. Но мы же не знаем с вами, как был обработан этот меламин, тем более, что количество производимой продукции большое, произведена она в Китае, то есть с удешевлением производственного процесса. И тут нельзя на 100% быть уверенным, что это вещество обработано правильно и будет безопасно. Несмотря на то, что эта коллекция очень интересная в природных натуральных оттенках, с такими природными мотивами, и она интересует многих покупателей, что же я хочу сказать и высказать свое мнение. Что покупать те товары, которые будут непосредственно контактировать с пищей, это различные тарелки, стаканы, контейнеры. Я, естественно, никогда не буду советовать. Ну, а вот если понравился какой-то поднос, например, для декоративных целей, положить туда мелочевку или же сделать композицию, и вам этот поднос прям жизненно необходим, то, в принципе, покупать можно. Но при этом в этой же коллекции есть и безопасные товары, в составе которых нет меламина. Ссылочку на подробный разбор всей коллекции я оставлю в подсказке сверху. Компактная складная коллекция, которая представлена обширным рядом силиконовых товаров. Это и силиконовые формы, и полки, крышки и тому подобное. Из этой серии больше всего нареканий у этой складной крышки. Говорят, что со временем использования все-таки вот на этих складных частях, которые сгибаются, могут образовываться дырочки. Поэтому при покупке обращайте на это внимание, чтобы потом не разочароваться в купленной вещи. Еще недавно в комментариях под видео с африканской коллекцией я встретила вопрос, почему же я не беру вот это металлическое декоративное кашпо. Ведь оно выглядит очень красиво, стильно и интересно, да и цена приемлема. Но, друзья, повторюсь по поводу своей позиции насчет этого товара. Я хотела покупать это кашпо, когда видела его в обзорах других блогеров, но не все упоминали, что вот этот декоративный элемент, этот рисунок, он не нанесен на поверхность. То есть это не краска, это просто бумажка, которая приклеена. И за счет этого процесс эксплуатации становится более проблемным. Нельзя туда посадить цветочек, нельзя, чтобы попадала вода, поэтому от покупки этой вещи я отказалась. Также вижу очень много запросов и комментариев для того, чтобы купить вот эти ушные палочки, косметические палочки. Но я как-то уже высказывала свою позицию, что я стараюсь для очистки ушей, именно ушей, не использовать вообще палочки и даже обычные ватные. Потому что уже сталкивалась с проблемой, когда они навредили здоровью. И напоминаю, что подобные палочки могут, а в большинстве случаев действительно так и происходит, проталкивать серу в очень глубокие внутренние отверстия уха. И тем самым будет развиваться воспаление и отит. Для каких-то косметических процедур, например, убрать где-то тушь или тени подправить, возможно, такие палочки можно покупать. Тем более, что они многоразовые. Но вот все-таки для очистки ушей я не советую. Тем более, что пишут вот эти насадочки на палках, они соскакивают. Еще один спорный товар лично для меня это мезороллер. Несмотря на популярность этих процедур и, в принципе, дороговизность их в косметических салонах, многие девушки, женщины хотят этот процесс упростить. И, конечно же, они задумываются о покупке вот таких мезороллеров. Но моя позиция такая, что нужно все-таки эти процедуры проводить у профессионалов. Много отзывов косметологов, что эти мезороллеры могут быть опасны, потому что у них не соответствует длина иголок, и они могут травмировать кожу. Также эти мезороллеры нельзя использовать на лице, на котором много каких-то бородавочек или же, например, родинок, которые могут их травмировать. Поэтому для меня это тоже спорный товар. У нас, на удивление, в магазинах полно вот этих органайзеров для специй с поворотным механизмом. Как-то в городе не очень сильно их разбирают, и я, наверное, понимаю, почему. Все-таки конструкция очень хлипенькая, и вот эти ячейки, они слегка прогибаются. А если насыпят туда что-то тяжелое, например, тяжелую соль, возможно, они будут прогибаться сильнее. Видела, что сейчас из этой серии появляются подставки для ножей. Они схожи по цветовой гамме с этими органайзерами. Но и вот по самому оформлению подставки тоже напоминают эти органайзеры. Будем ждать, когда у нас появятся. Друзья, конечно, когда я делаю такие видео и рассказываю о каких-то недостатках товаров, я высказываю свое личное мнение. Но возможно, что хотя бы мое мнение потолкнет вас на раздумья по поводу качества той или иной продукции и способна будет удержать вас от необдуманных покупок и сохранить ваш семейный бюджет. И, например, в наших магазинах на полках также много вот таких дуршлагов. Это корзинки подвесные с раздвижными ручками для того, чтобы мыть, просушивать овощи, фрукты. Вообще вещь может быть полезной, но вот качество именно этой корзинки мне совершенно не нравится. Пластик, который сильно прогибается и под навесом, точнее подвесом тяжелых фруктов, овощей может очень сильно прогибаться и деформироваться. Кондитерские шприцы, которые продаются в магазине, я также не советую покупать, потому что изготовлены они из дешевого, неплотного пластика и при давлении поршня крем начинает вылазить изо всех соединений. Проверено на собственном опыте. Я же отдаю все-таки предпочтение силиконовому мешку с насадками, которые также можно приобрести в фикс-прайсе за те же 77 рублей. Еще одна лично спорная для меня вещь – это кондитерская игла, металлическая для проверки готовности выпечки. Я не знаю, покупать для этих целей отдельную иголку считаю не совсем разумным, потому что у нас с вами всегда есть в запасе зубочистки, какие-то шпажки деревянные и отдельно покупать вот такой а-ля гаджет и тратить деньги я считаю не совсем разумным. Подставки для сковородок. Мы с вами их обсуждали довольно часто. И знаете, рассматривая фотографии, как такие подставки можно применить, я все-таки ловлю себя на мысли, хотя может мои предположения и не верны, что при использовании вот такой подставки места будет заниматься намного больше. И получится, что мы с вами, организовывая компактное хранение, наоборот, будем терять много полезного пространства. Пожалуйста, друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой подставки, потому что, например, у нас в магазине по улице Ленина их просто какое-то нереальное количество сейчас продается. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что капелька этой информации была для вас полезной. Если вы готовы оспорить мое мнение и открыть на положительные стороны некоторых товаров мои глаза, то смело можете писать в комментариях. Я не настаиваю на своей позиции. Если вдруг я в чем-то не права, буду рада признать свою ошибку. Ну а если же вы считаете, что мое мнение об этих товарах правильное, и можете меня поддержать в этом вопросе, то также мне будет очень приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!